Духовный прогноз погоды Сегодня, конечно, Господь шутит иногда, вы знаете? Шутит и смотрит, а что ты будешь делать? Ну что, доверять Ему, Он-то нас любит. Было видение, ребята, вчера, я так немножко помолился. И я люблю видение, когда Божье приходит, потому что многое становится на свои места после этого. Кто не видит видение еще вообще? Есть такие, что вот? Не знаю, не видел, не знаю. Кто, поднимите руку. Потому что написано, будут видеть видение. Юноши ваши. И дочери, и пророчествовать. Вот кто поднял руку, сейчас мы помолимся за вас. Господь, мы просим, чтобы в жизнь наших братьев и сестер, кто еще не имеет этого открытого неба, открытого видения, оно пришло. Дай им переживать эту благость, эту благодать духовных манифестаций переживаний, видеть в духе и слышать в духе и действовать в духовном измерении. Во имя Ишуа. Аминь. Я видел следующее. Я видел, даже сейчас как-то попытаюсь это изобразить. Город, вот. Я так понимаю, это был небесный Иерусалим. И были ворота. И вы знаете, город, если мы читаем откровения, он как куб по описанию. То есть его длина, ширина и высота одинаковы. То есть это, понимаете, не что-то такое плоское, на что можно забраться. Это высокое что-то. То есть если ширина, понятно, что духовные величины отличаются от земных. И то, что он мерил там в локтях, не факт, что это будет ровно столько метров, километров, как в нашем измерении. Но туда поместятся все, кто должен поместиться. То есть это не будет барак какой-то. Это будет достаточно широкое и высокое одновременно. И я увидел, что ворота не находятся на земле, друзья. На земле находятся основания, основания, основания. Помните, 12 имена апостолов. И потом на основаниях, то есть с земли попасть в ворота невозможно было. Как вот в обычных у нас городах. Ты подъехал на телеги и ворота сразу. То есть шли основания и ворота. То есть если подойти к городу и посмотреть, ворота высоко. Туда не забраться, не зайти. Затем я увидел, что вот здесь такое, как типа реки. Довольно широкой, бурной, с камнями. То есть там именно не переплыть никак. А люди все здесь, на этой стороне. То есть это вот как небесное, это земное. Мир, то есть вот как вот здесь. И все хотят на ту сторону, туда, в царство попасть. Соответственно, здесь находился мост напротив ворот. Но мост такой тоже, знаете, вот такие вот, знаете, есть мосты. Не прямой такой. То есть по нему надо было подниматься вверх, подниматься такой, как платформа, на которую надо зайти. На ней стоял крест. Я просто сегодня, видите, взял не тот ежедневник. С 17-го, 17-го года. У меня все записи в 18-м. Вот эта вот привычка, видите, что такое вот старая привычка. По привычке пошел, а, уже надо ломать. Может, выкинуть надо, не знаю, посмотрим. То есть такая, и там была надпись. То есть вот здесь была такая надпись на входе на этот мост. То есть мост, вот он был, вот здесь вот. Но он был вот такой вот, понимаете, как вот. Надо было подниматься. Он высокий, высоченный был. Высоченный мост. И то есть туда надо топать было наверх, наверх. И тогда, когда ты уже оказывался наверху, ты им попадал, он к воротам прямо, как бы входил в ворота. И вот здесь вот было написано. Я вот записал, когда увидел видение. Могу ошибиться вот в буквальности, но смысл такой, что тебе придется умереть. Если ты пойдешь дальше, это значит, ты умрешь. То есть ты потеряешь свою душу. Или что такое? Если ты готов потерять свою душу, иди. И то есть крест. Стоял реальный крест на входе. Потом я увидел, что есть много таких, знаете, мостиков. То есть этот был такой фундаментальный, каменный, такой надежный мост. Большущий. И много таких было, знаете, каких-то, вот как переправ мостиков, но они были как из какого-то хлама, мусора. Вот знаете, как вот накидали что-то как-то, вот оно как-то, вот как бревно кинули, знаете, через реку. Там второе что-то натянули. И вот это, и вот туда люди тоже перебирались. Они не были вообще, никакого не было подъема. Это были такие вот плоские мостики. Естественно, это было очень легко там пройти. Но они были настолько хлипкие, что люди иногда проваливались и падали вот в эту реку. Их просто уносило куда-то. Я не знаю, что это значит. Их просто уносило. Выплыть с нее было нереально просто. С этой реки. Но многие переходили на эту сторону. То есть, вот сюда вот переходило много-много людей. Вот в эту. Но кто-то шел по мосту. И заходил, ну то есть попадал сюда. Что я увидел? Что те, кто переходили по этим мостикам, они не могли попасть в город. Потому что ворота оказывались высоко слишком. И они попадали к стенам города. А кто шел через крест, попадал к воротам города. То есть, войти могли только те, кто потерял свою душу. Те, кто шел вверх. То есть, я увидел, что вверх идти было трудно, тяжело. Прилагать усилия приходилось. Здесь же все предлагалось быстро. Быстро. Переправы такие, вот знаете, как они вот называются. Военные иногда по-быстрому кинули там что-то такое. Планктон, понтон, да. Массы людей перебегали по этим мостикам. Но назад тоже пути не было, друзья. А тот, кто подходил уже к воротам, и он понимал, что в город ему не войти. Хотя все это была территория спасенных людей. Все эти люди, и эти, и эти, я понимал точно, были спасенными. И тогда Господь рассказал мне, то есть, по этому мосту я сразу понимал, это единственный путь. Вот столько много учений. Учений много, путь только один, через крест и смерть для себя. Смерть своего я. Кто хочет сберечь свою душу, потеряет ее. Кто потеряет свою душу, тот ее обретет. Ради меня, Иисус сказал. То есть, вот этой дорогой шли, и она была тяжелая туда, как бы, в царство. Этой шли те, кто не хотел крест, не хотел прилагать усилий, и они хотели быстрый такой путь. И Господь сказал, что вот эти мостики, это учения сегодня. Учения, предлагающие путь в обход креста, где тебе не надо умирать. Где твою душу тебе помогают сохранить, а не потерять. То есть, это учение предлагает человеку такой быстрый вход. Быстрые плоды, быстрые результаты. При этом ты остаешься спокойным. То есть, здесь учение больше сосредоточено на том, как сохранить душу человека. Хотя крест говорит о том, что, ну, само по себе крест, что это? Это смерть. Крест, на кресте нельзя было просто повисеть, а потом сползти. Если человеку давали крест, это означало, у него один исход вообще. Смерть. Это не тюремное заключение. Никто не висел на кресте, повиси пять часов, и твое наказание будет, как бы, исполнено. Нет, на крест отправляли, это как гильотина, как пулю в лоб какой-то. Тут уже раз и до всегда. Поэтому те, кто шел через крест, они отрекались от себя, от своего, то есть, ради интересов небесного царства. Те же, кто шли этими путями, они хотели использовать Бога в достижении своих интересов. То есть, использовать, понимаете, царство, использовать все эти принципы Библии, Духа Святого, чтобы свое что-то утвердить. Чтобы, вот, Бога как средство, чтобы мне реализоваться в этой жизни. Чтобы мне начать себя чувствовать таким уверенным, самодостаточным, состоявшимся. Что противоречит вообще концепции креста, где написано, не я живу уже, не я, живет во мне Христос. А он состоявшийся, он реализовавшийся, ему не надо самоутверждаться и кому-то что-то доказывать. Сейчас очень много распространено в мире эти коучинг, лидерские вот эти тренинги, лайф-коучинг, знаете. То есть, человеку помогают чувствовать себя увереннее, самооценку повышать свою. И в христианство это все тоже пришло очень быстро. Соответственно, путь спасения, да, эти пути предлагают какие-то библейские принципы. Это не лжеучение, чтобы вы понимали. Это не учение, уводящее людей, как бы, к дьяволу или там, к бесам. Это учение, замешанное частично на Писании и частично имеющие цель помочь человеку войти в спасение. Но при этом человек теряет свою наивысшую степень награды. Он подходит к стенам города и понимает, что всю свою жизнь он потратил на себя. Он строил свою жизнь, свое царство. И вот в связи с этим видением пришло, а перед этим где-то в самом начале года вот этого, я получил слово, вот это опять прозвучало, меч до разделения души и духа. И смотрите, как открылось в этот раз. Душа и дух это что? Это человек. Ну, речь о личности, о человеке. А где человек? Это дух, душа и тело. И тело. Я сейчас удивляюсь. Я думал, знаете, ну, есть шизики, вот есть шизики, вот просто христианские шизики. На них не надо обращать внимания, они гонят. У них там свой мир, свое кино. Если ты садишься с ним за переговоры, и потом понимаешь, что это человек с больной психикой, он не понимает, у него свое кино. Но есть служители. И вот с одним служителем, мне просто стало интересно, такой азарт взял поговорить. Он говорит, что вот нам не надо больше освящаться. Ну, все, мы уже освящены, единократно, то есть, все. А как же вот написано, святой доосвящается, еще сам же Бог мира доосвятит вас. Кому это? Он же писал верующим же людям. Понятно, что мы освящены. Но как вот, по-моему, Дарик Принц, он писал, мы святы? Да, достаточно святы? Нет. Это ближе. Так знаете, что мне ответил служитель этот? Я говорю, написано, что вот святой доосвящается. Он говорит, знаешь, что это значит, святой доосвящается еще? Что больше не надо освящаться. И против такой логики мне ничем вообще крыть было. Святой пусть освящается еще, означает, больше не надо освящаться. Вау! Вот, оказывается, как все просто вообще открывается. И вот такие вот учения, они наводняют сейчас церковь. И вот до разделения души и духа. Меч. И Бог показал, что этот же процесс будет в его теле, в теле Христа происходить. Представьте себе. Мы, как его тело, и его слово будет отделять душевное от духовного внутри церкви, внутри тела. То есть, останется часть людей. Вот мы говорили о развилке, Бог показывал. Останется часть людей, которые просто будут душевными. И они будут здесь в итоге. Они не будут не спасенные, они будут спасенные. Но они пошли легким путем, быстрым. Перепрыгнув крест, обойдя крест, все. Вот мне один брат сказал, один известный служитель, очень так завуалированно написал, крест брать не надо больше. Ну вот, я не буду называть имен, но это люди, которые очень любят радоваться. Крест больше не надо брать, все. Прошло это время. Нам не надо больше никаких страданий, скорбей, трудностей. Зачем переться в этот мост, вот это вот, тратить столько полжизни своей, если можно чик вот так вот, и ты уже там. Да, ты там, но не там. Победители войдут в город воротами. В Откровении написано. А кто не побеждал? А что побеждать, если люди сюда попали, ничего не побеждая? Значит, они в город не войдут. Они будут ходить во свете небесного Иерусалима, который будет сиять. Спасенные, но потерявшие вот здесь. Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца, венец он здесь будет. И вот это разделение сейчас началось полным ходом. Меч Божий, Слово, начинает резать церковь, отрезая душевное от духовного. И сейчас кто-то уже определился, а кто-то еще на распутье, и он видит этот меч, и ему надо уже прыгать. Или в душевняк сюда, или в духовную измерение. То есть не получится. Вот это вот сейчас такое все перемешано. И душевное, и духовное в церкви все вот так вот в куча мала. Но придет момент, когда это будет отделено. И я не говорю о том, что душевные погибнуты. Поймите правильно. Что такое душевное и что такое духовное? Духовное – это те люди, у которых в жизни главным вообще целью – это поиск Царства Небесного. Все. Они не ищут реализовать себя, состояться, достичь успеха, процветать и преуспевать. Они не ищут. У них одна страсть в жизни – ищите прежде Царства Небесного. Господь, да приди Царство Твое! Вот оно в чем секрет. Не мое. А Твое Царство. Это люди – рабы Его, проданные Ему. У которых свои интересы с годами высохли просто, вымерли из жизни. Павел говорит, пишет, все совратились. Нет праведного ни одного. Каждый смотрит на свою дорогу. Каждый свою корость преследует. Любостяжание, которое есть идолослужение, оно проявляется не только в финансах. В поиске славы. Смотришь, вот у меня много верующих друзей, Инстаграм, и люди хотят показать, подчеркнуть свою состоятельность. Смотрите, где я нахожусь. А вы где? Смотрите, смотрите, что я ем. А ты ешь такое? Ха-ха! А смотрите, какая у меня машина. А? Почему Жигули не выкладывают, да? Я вчера посмотрел там цены на машины, я удивился, Жигули уже не стоят, вообще ничего. То даже за 30 можно тысяч Жигулик взять. Что случилось? То есть уже, поэтому никто не покажет. Но если ты купил себе там Туарег, Туарег, об этом должны узнать все, причем сразу. Все и сразу. У меня есть один знакомый, он вот где-то вот попадет, что-то где-то, он выкладывает, а везде, а где только можно. Это Фейсбук, Контакт, Ютуб, Инстаграм и где там, я еще не знаю. Человек просто медиа развит. Вот для этого всего эти люди умерли. А душевное – это то, кто рассматривает Бога исключительно как способ достижения реализации своих целей. «Благослови меня, защити меня, дай мне, помоги мне, поддержи меня, вдохнови меня». Для чего? Чтобы мне вот жить, преуспевать, радоваться, наслаждаться. Есть такое, да, вот «нет ничего», Соломон написал, «для человека лучшего, чем трудиться и видеть результаты своих трудов». Но это он писал о суетной жизни, от которой Господь нас избавил. Конечно, мы радуемся, когда что-то ты заработал, построил, что-то получилось. Но это не становится такой вот генеральной целью. А вдруг этого не станет? Поэтому апостол писал, ребята, вы должны быть имеющие, как не имеющие, покупающие, как не приобретающие. Пользующиеся чем-то в этом мире, вот это вот все, как не пользующиеся. «О, я купил себе куртяк, я купил себе машину, я купил себе дом. Вау, все, жизнь удала». Это душевная. Духовная говорит, спасибо, Господь, за то, что ты дал. Но если ты возьмешь, значит, так надо. То есть душевная от духовного, когда внутри нас отделяется, мы перестаем бояться терять. Бояться как-то, что у нас это отберут. Если Бог дал, и Он созидает, это устоит. Но если ты допустишь через что-то мне пройти, вау, я должен пройти это. Потому что моя цель – небесное царство. Вот мой курс в GPS, вот этом проложенный путь. Я держу курс в небесное царство. На этом пути у меня может быть обилие, а может быть недостаток. Я могу быть в чести, а могу быть в бесчестии. От этого курс не меняется. Но кто ходит вот этими путями, да, они легкие, да, ты попадешь в спасение, да, ты проживешь, может быть, более такую счастливую с человеческой точки зрения жизнь. Знаете, вот это простое человеческое земное счастье. Вот этот здесь. Вот здесь не будет никакого простого человеческого. Здесь, вау, вы уже вкусили кто-то этот путь. Это путь тернистый, трудный. Там тебя не будут гладить по голове. Там ты будешь получать достаточно. Но простое человеческое счастье, оно вот здесь. Ты прожил ради себя, пришел к воротам, к стенам небесного Русалима и понял, а за что мне награду-то дадут? Я жил для себя. Я служил исключительно себе. Я все тратил на себя. Я везде искал свои выгоды. Слышь, какая награда может быть? Награда будет у тех, кто ради его царства трудился и не изнемогал. И в немощи, и в силе. И в обилии, и в недостатке. Поэтому мы и проходим испытания. Путь вверх, он тяжелый, когда идешь в гору. Он тяжелый. Но те, кто поднялся наверх, они войдут в царство. Мы увидим, мы увидим многих, знаете, великих, вот здесь, вот под стенами. Ох, за ними шли тысячи. Да почему шли тысячи? Потому что легенький путь предлагался. Поэтому тысячи и шли. Потому что здесь прыг, тебе сказали, все, Господь тобой доволен. Аллилуйя. Что у тебя там? Деньги завелись? Завелись. Жена завелась? Завелась. Овши тоже завелись. Там завестись. И вот эти великие мы увидим, как многие первые станут последними. А какие-то последние будут сидеть с Иисусом на троне. Которых мы посмотрим, скажем, Господь, скажем, Господь. Вот как я к Алексею. Он вот так вот посмотрит. А я говорю, Господь, а кто это все? Что сидят с тобой? Я ни одного известного лица не вижу. А Господь говорит, пойдем в окно посмотрим. И он подведет в окно, говорит, вон известные ходят. Вот эти вот, которых все славили, когда они на земле были. Они там. А почему они там? Да потому вот. Избрали легкий путь. А вот эти ребята, да, поэтому ты их и не видел. Потому что скромность, смирение и послушание Богу. И ребята уходили, когда надо в тень. Если надо, быть неизвестным. Ну, как вот Кац писал. Смерть для себя, это когда ты готов сидеть на скамейке запасных, пока Господь тебя не выпустит на поле. А не рваться туда. Мне, Господь. Нет. А ну-ка ушли. Я сейчас покажу, как играть надо. Знаете, есть такие вот. Когда ты сидишь, пусть ты самый сильный в команде. Я видел, как, ну, когда я играл в командном спорте, как сильных людей садили на скамейку запасных за их поведение. Потому что он сильный, но он разрушает всю вообще команду своим поведением, своим эгоизмом. Ему говорят, а ты будешь сидеть, да играть не будешь. Сиди. Выпустите. Да я же сейчас могу сидеть. И знаете, некоторые сильные психовали, уходили. Ну, команда начинала играть лучше без этого суперстара, который там все портил. Так что многих вот суперстаров вот здесь мы обнаружим. И они будут, знаете, что благодарны Господу, что они спасены. Помните, кто там, это малым наречется в царстве. Вот научишь, и вот окажешься маленьким. А кто-то вот окажется великим. Поэтому идет это разделение, и меч, слово, начинает резать. Душевное будет отсеиваться. То есть это будут две группы людей. Чем дальше мы идем этими путями, тем больше мы отдаляемся друг от друга. И сейчас еще иногда тяжело разобраться, кто есть кто, но это будет очевидно. Разница будет видна. И теперь крест, ребята, сейчас я нарисую. Что это такое путь креста? Смотрите, это тоже в этом видении Господь показал. То есть крест, он стоит в самом начале этого моста. То есть если сразу я не беру крест, я уже не иду дальше этим путем. И вот он показал крест, смотрите. Ну вот я сейчас его изображу. То есть как этот путь, вот этот мост, он выглядит на практике. То есть здесь прибиты ноги, здесь прибиты руки. И смотрите, начало, вот этот вот, как его назвать, отрезок креста, самый длинный путь. Это ноги, это пути, когда мы встаем на путь креста. То есть это где-то внутри происходит этот выбор. Я пойду, Господь, за тобой до конца, куда бы ты ни повел. Ты мне не нужен, как старик Хаттабыч, который восполняет мои нужды, эгоистичные нужды, мои амбиции, которые... Давай, накачай меня, Господь, верой, чтобы я ходил и на всех смотрел, как на неудачников, а я успешный такой христианин. Это путь креста. Это сразу, когда, Господь, я отрекаюсь от своего, от себя. Пусть не получается, пусть пошел все равно еще по-своему все. Но этот путь, и он самый длинный, то есть большая часть жизни пройдет вот здесь. Здесь мы учимся ходить его путем. Это единственное, чему мы учимся. Идти путем истины. Ничего я хочу, но чего хочешь ты. И затем руки. Руки. Когда прибиты руки, ты не можешь ничего делать уже. И я верю, это вот тот период, когда уже не я живу. Уже живу не я, но живет во мне Христос. Все, мои руки прибиты, я ничего уже не делаю сам. Это высота. Кто-то к ней идет, кто-то не дойдет до нее даже. Кто как идет. Павел говорит, я бегу так, чтобы получить. Я бью так, чтобы попадать. Я не просто делаю вид, что бегу. Поэтому кто дойдет до этой высоты, и он все, распят со Христом. Я уже не делаю ничего сам по себе. Как говорил Иисус, я ничего от себя не говорю и не делаю. И вот эта вот голова здесь, да, находится. Глава Христос. Вот тогда можно сказать, что глава Христос мой. Сейчас он глава, да, мы называем Христос мой глава, но по факту ведем ли мы себя так, чтобы слушаться главу всегда. Номинальные глава. Юридически он мой господин, но фактически 90% многие еще делают, что они хотят. И только чуть-чуть, что хочет он. И вот здесь вот помните была надпись «Царь». Царь. Она не здесь. Это мы здесь говорим. Мы цари, мы цари. Какие цари? Вот где царь находится. Вот кто царствовать будет. Если с ним терпим, с ним будем царствовать. Более того, царь, понимаете, он не получил этот титул, ходя по земле. Он получил этот титул, вися на кресте. Царь иудейский. Его, эту надпись прибили язычники, да, римляне. Это не просто так. А когда человек сюда приходит, ему легкий путь предлагают. Скажи, прими Иисуса, и ты царь, царственное священство. А он не понимает, он не врубается даже, что это такое. Что это значит царственное священство. Ему никто не сказал, прочитай Левит книгу 10 раз. Чтобы ты чуть-чуть, приблизительно начал понимать, о чем хотя бы речь идет. О каком священстве царственном. Как оно происходило, что они делали. Так это земное, левицкое, а мы говорим о небесном. А Павел говорит, я вам говорю о земном, вы не понимаете. Как вы поймете, если буду говорить о небесном? То есть, вот этот путь. И вот в этом моменте, да, люди, которые уже распяты со Христом, они ходят в силе его царства. И мы это можем видеть. Поэтому путь Креста, он сложный. Большую часть пути мы учимся ходить, ходить, ходить. Как Иоанн пишет, ходить, дети мои ходят в истине. Это самая большая радость. Идем этим путем. Не все получается. Еще творим, что хотим. Там руки свободны еще. Но ноги уже посвящены Господу. Уже жизнь, знаете, когда ноги прибиты, уже никуда ты не денешься. Ты можешь брыкаться, там, махать руками, делать вид, что ты там, знаете, одной рукой за Крест, ноги уже прибиты, и ты еще что-то рассказываешь. Сейчас я буду вам проповедовать. Такое, пальцы там в небо. Но когда прибиты руки, все, что мы видим в таком человеке, это Христа. Сам человек, мы видим, он нейтрализован. Вот почему Крест никогда не будет популярным. Потому что с самого начала тебе говорить, забудь о себе мое достоинство человеческое. На Крест. А моя вот эта индивидуальная... Я смотрю, мои сверстники уже ого-го чего достигли. Ты этого не достигнешь. А чего это? От того это? Или иди другим путем, вот легким. А смотри, они там по ресторанам, они там по заграницам, а я вот это тут молюсь. Сижу там вот в деревне, да, и молюсь. Это путь Креста. А что ты хотел? Если ты хочешь наслаждаться, вспоминайте притчу «Богачий Лазарь». Что он сказал богачу? Ты уже получил все в этой жизни. Ты уже получил. А этот не получал ничего, поэтому сегодня он там, а ты тут. Пусть не так это радикально для нас будет, но будет. Ты веселился, ты жил в свое удовольствие, придя в вечность. А вечность – это земная жизнь. Это пар по сравнению с вечности, коротенькая. Вот сейчас пар можно проверить на улице. Стало холодно. Ты жил в свое удовольствие, а в вечности теперь, извини, ты лишен. Многого, что было тебе доступно. Один пророк сказал, что там будет плач и скрежет зубов у престола Божьего, когда люди начнут осознавать, чего они лишились. И где бы они могли находиться во веки, но не находятся из-за своих прихотей, когда им сто раз говорилось «крест». Хочешь сберечь душу – потеряешь. Зерно, если упав в землю, не умрет, не принесет плода. А если умрет, принесет много плода. И Отец прославится, если вы принесете много плода. Награда будет по плодам. Так что я верю, что нас, ну, в основном, ну, кто здесь слушает, кто слушает в интернете, это люди, которые встали на путь креста. Поэтому мы друг друга и понимаем. Поэтому мы не ищем там обогатиться, прославиться. Как еще? Вот простого человеческого счастья – посадить дерево, построить дом, вырастить сына, и вот где-то там скоротать старость на берегу океана, какой-то домики, там, да, вот с видом на океан, и вот ты там пьешь коктейли эти пряные, там тебе кто-то служит, и вот эта вот жизнь удалась. Такое может быть? Вполне. А какая еще может быть финал жизни? Помните, говорит, одни там угошали силу огня, прогоняли полки чужих, заграждали устальвам. Очень много было таких вот финалов. Говорит, другие же из этой же категории люди, один в один, были замучены, перепиливаны, скитались и так далее. Убивали их, мучили. То есть финал на этом пути, ну, он может быть совершенно разный. Но знаете, в чем разница между духовным и душевным? Душевный будет за свою душу грызться и вообще бороться за свою жизнь. Но духовный, они с радостью принимали смерть. Когда апостолу говорили, не ходи туда, тебя там ждут узы, он говорит, я знаю, я иду. Говорит, я не боюсь, для меня счастья. Я радуюсь тому, что я могу так прославить моего Господа. Эта разница, это на уровне уже мышления, такое вот, между душевным и духовным. То есть душевный будет говорить, Господь предупредил, так надо, мудро видит беду и укрывается. Надо нам затихариться где-то там, переехать, спрятаться. Тихо. Тихо. Пока служения не будет. Чего, нас взяли на заметку. Кто-то настучал. Помните, они называли тебя этим земляным червем и жабой. Кто? И мы раз. Не-не-не, это не тот путь. Эти люди, они набрадутся. Вау, у меня есть возможность. Принять бесчестие. Помните, как Петр и Иоанн? За имя Господа. Они шли, радуясь, что удостоились принять поругание, бесчестие за имя Господа. Побитые вообще. Вот здесь много людей с веселым прошлым у нас, да? Почти все. Ну, кроме некоторых. И я думаю, что хотя бы один раз вас били. Хорошо, да? Ну, били так, что летели там, да? Клочки по закоулочкам. Странное чувство, такая обида, такая горечь, когда тебя избили. А еще, если при всех как-то вот где-то еще это видели, и ты именно дышишь ненавистью такой, какой-то вот разбитостью, поломанной такой. Такое мерзкое чувство. И вот оно проходит не сразу. Это совершенно другое восприятие. Люди радовались. Они не играли на публику, и не на камеру, и не друг перед другом. Они искренне говорят, Петр, такой Петр с бланшем там, без зубов. Иоанн, ты знаешь, что такие-то, и сломанные уши там. Говорят, аллилуйя, брат. Мы, представь, перед ангелами, перед всем духовным миром, перед всеми этими свидетелями, сейчас прославили Господа. Вау! И куда они шли? Шли туда же, откуда их забирали. Они не говорили, все, там, жена, покои вещи, деру с этой проклятой страны, пока тут еще не посадили. Надолго. Они шли туда же, где их забрали, и им говорят, слушай, они, вот эти вот, вы же им строго... Это они опять вот там стоят, и не прошло дня даже, в этот же день вернулись. И, конечно, фарисеи, они были разбиты, начальство власти, они не вывозят этой мудрости, они ее не понимают. Как можно? Потому что по-человечески надо было деру дать, или затихариться, или сказать, все, обещаю, вот просто зуб даю больше, не услышите моих проповедей на Ютубе. Или там, я в эту церковь не ногой больше, а куда можно ходить? Вот в ту ходи. Хорошо, буду членом той церкви сегодня же. Я помню, что у меня, вот не знаю, у меня такой девиз был в школе, мы там, ну вот я с таким девизом жил, раздави меня хоть танком, все равно я буду панком. И вот тогда мы панковали. И такое вот назло всем, назло в школу. Вот в школе говорят, выгоним со школы. Специально вот еще оденешь такую вот черепа, чтобы вот именно, еще и заметили, чтобы, ну бунт такой против вот этих всех правил. И если тебя там где-то выгоняли, так радостно идешь, такой вот ты именно. Или кто-то там что-то, мы помним, надо было есть с мусорки и пить с луж. Вот тогда ты панк. Вот подойти именно с мусорки что-то там покушать и потом наклониться с лужей попить. Посвятить такое. И ты это делал, и люди смотрели, говорили, фу, а ты видишь, вау, я именно грязь, грязь такая именно вонючая. Ну потом Бог от этого избавил. Но смысл-то какой, что апостолы с радостью шли на крест. Окей, не будем больше морозиться, сегодня покороче. Может поэтому я и забыл свои эти записи. Но то, что надо, я верю, прозвучало. Главный момент, разделение среди Божьего народа на душевное и духовное. На то, что ищет, как бы, своего и на то, что ищет Божьего. На те, кто, кому Бог нужен, чтобы Он их устроил человеческое счастье. И на тех, которые говорят, Господь, вот моя жизнь, используй ее, как ты хочешь. Я для тебя живу. Дашь ты мне чем-то владеть, я буду благодарить тебя. Не дашь, я буду благодарить тебя. Поможешь ли ты мне в этом, я буду верен тебе. Не поможешь, я буду верен тебе. Это люди, у них другого нету варианта, они исключены, все варианты. Опций нету других. И на тех, которые, Господь, а ну-ка, вот мне сейчас надо тут сделочку провернуть, давай, благослови, благослови меня. Или вот это, что-то мне там соседи там угрожают, пусть они сдохнут уже там, Господь, умертви уже, сколько можно. Ну, не так прямо, но красиво можно, так знаете, туда. Пу! Вот так вот. И Господь вроде как, знаете, как Дима, вот я вот какое-то служение сейчас слушал, говорит, что для многих Бог старик хотабыч. Он им нужен только, чтобы исполнить пощущему велению, по моему, моему хотению, по моему, чтобы вот это я, как Иванушка, дурачок, вот это вот. На печи. Какая скука, да? Какая скучная жизнь. Мы же уже вкусили, что такое война, огонь, слава. Что такое, когда тебе только ты начинаешь засиживаться, на! Ты раз уже, где-то активированный, знаете, как, когда под зад дадут, пинком сразу, этот, как он, сон проходит. Такой сразу бодренький, подтянутый. Садитесь, спасибо, я постою. Что Господь, если под зад дает, потом сесть долго ты не можешь. Спасибо тебе, Отец, за слово Твое, которое, как меч обоюдоострый, проникает сегодня в тело Христа, отделяя душу от духа, суставы от мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Мы благодарим Тебя, что Твое слово, оно не возвращается к Тебе тщетным, но Ты даешь ему силу, и оно исполняет то, для чего послано. Пусть Твое слово, Твоя истина высвобождается все сильнее через уста Твоих апостолов и пророков в наше поколение и производит это разделение, это отделение овец от козлов, это отделение эгоизма от богоцентризма. Мы просим, Господь, пусть наш фокус всегда остается на Тебе и крест, мы никогда его не сбрасываем, мы никогда не подумаем, что можно уже без креста, можно уже его скинуть, все, хватит уже нести, я уже достаточно освящен. Мы просим Тебя, Господь, пусть истина Твоя, даже если мы будем в меньшинстве на этом пути креста, дай нам идти по нему, дай нам не сворачивать на какие-то более удобные, легкие, то, что ближе нашему сердцу, нашей душе пути, эти учения и так далее. Также мы просим сохранить тело Твое от этих человеческих учений в обход креста, от этой ложной благодати, которую сегодня проповедуют, но она является просто путем уводящих людей от Тебя. Мы просим Тебя, Господь, пусть каждый Твой ребенок найдет тот путь, единственный путь, путь креста, путь этого тотального посвящения и самоотречения и идет по нему, восходя в Твой город, восходя в небесный Иерусалим. Иисус, Ты путь, Ты истина и Ты наша жизнь, Ты этот мост, соединяющий нашу жизнь с небесным Царством. И мы молимся, чтобы нам идти Тобою как путем живым, путем новым и не сворачивать с Него. Призываем Твое благословение на тело Христа, призываем Твое освящение, призываем конфронтацию истины со всякими лживыми человеческими учениями, всякими заблуждениями и всякими кривизнами. Кривизны выпрямятся и неровные пути станут гладкими. Слава Тебе! Слава Тебе! Ют Хэй Вафэй! Во веки и веки! Аминь! Аминь! Итак, крест. Последний такой тезис. Христианство без креста это христианство без Христа. Все. Враг это знает. Уберите, уберите крест из учения церкви и Христа не будет там. Вместо Христа там будет человек, но падший. Я буду. Я. Эгоизм. И все в моей жизни будет служить моему я. И то, что на мое я покушаются, я буду войной идти против него. Поэтому пусть нашим я будет идентификация с ним. Я и Отец одно. Вместо Христа. Спасибо. Спасибо. Спасибо.